ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ КОНЕЦ Сохранить старые здания, старую архитектуру, а с другой стороны, в Москве надо развиваться, она уже превысила 8 миллионов человек, надо обеспечивать жилищные различные условия. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Почему мы едем в Ленинград, смотрим на старую архитектуру и приятно в глаз радуются, а у нас в Москве что остается? Вот эти коробки. Скажите эти эмоции от незнания, ведь город нуждается в реконструкции. Верно, но вы послушайте. В их словах есть правда. Жалко, вот эти вот палаты все сломали, аптеку сломали. Очень жалко. Был красивый дом. Вы знаете, какой красивый дом был? То, что здесь происходит, я считаю просто преступлением. Другого слова нет. Человеки все разрушили, чего теперь уже останавливать. Надо говорить конкретно, кто виноват. В общем, в общем, все известно. Сейчас есть такая организация, глав АПУ, которая стала притчей во языцах. Все знают, что то, что они планируют, это сплошное безобразие. Понимаете, безобразие Калининский проспект. Я объясню, что значит безобразие. Это старое русское слово. Значит, это сооружение, лишенное образа. Понимаете, вот эта безобразная архитектура, это преступление. Дело в том, что посмотрите на эти дома. Когда, так сказать, их стали строить в новостройках, это ничего. Но когда они стали вторгаться в пределы исторической застройки, это преступление. Это уж слишком. Есть у Москвы образ. Даже тот, кто ни разу не бывал в Москве, узнает ее по древнему Кремлю и университету, по манежу и лужникам. Только может этого парадного открыточного образа мало, может правы те, кто видит образ столицы в гармоничном наслоении архитектурных стилей, в неповторимой геометрии кривоколенных переулков и, главное, в том особом духе нашей истории и культуры, который пропитывает даже невзрачные на вид строения, ведь в каждом из них память о наших предшественниках. Разве не обеднела Москва все мы, когда были снесены и утрачены навсегда дом Фета, дом Белинского, дом Рахманинова? Ведь это произошло совсем недавно, и это, увы, только часть большого списка. Я старый москвич, родился в Москве, родились мои и отец, и дед. Я страстно люблю Москву. И вот поэтому я так примерно лет сорок тому назад стал собирать коллекцию истории московских улиц и московских домов. Это альбомы, 32 альбома, они все время пополняются. Здесь есть достаточное количество всяких гравюр, фотографий, старых вырезок из старых газет, из новых газет. Они все время пополняются. Вот давайте посмотрим альбом. Это вот очень интересная фотография. Это старая площадь Никитских ворот 910 года. Вот этого здания нет. Вот здесь сквер сейчас. И вот этот, в главу издания. И вот этого нет. Здесь сейчас... А вот это? Ну так ведь это же знаменитый дом Фамасова, так как его называли. Но он уничтожен сейчас, беспощадно совершенно уничтожен. Когда вокруг стали сносить дома, старые дома, такие привычные, теплые, может быть, уже и не очень пригодные для жилья, но очень привычные москвичам, мне захотелось хоть что-нибудь от них сохранить, хоть что-то спасти. Какие-то знамена погибших полков, что ли. И когда вокруг стали производить одно разрушение за другим, мы с сыном взяли лестницу, вынесли ее на улицу и в том или ином месте, приставляя к дому, спасали эти вот номера. Разумеется, не каждый старый дом стоит лелеять. Конечно, нужно расставаться с ветхим и малоинтересным. Но так ли необходимо безжалостно сносить целый квартал? Может, стоит вдохнуть в любимые старые стены новую жизнь? Омолодить их новым современным содержанием? Москва Москва поражала своим необыкновенным разнообразием. Каждый кусочек дарил какую-то свою прелесть. И эта прелесть восхищала настолько, что ее хотелось рисовать. Потом стало происходить, как мне кажется, непоправимое. Вот эти богатства стали постепенно исчезать. А вот этот домик остался? Вот этот, на Мисковского? Он остался только без этих... Без скульптур, по-моему, да? Абсолютно все срублено. Вот этого нет. А Федотова вся. Как? Снесена вся улица? Вот это все. Весь квартал, да? Весь квартал долой. Этот домик особый дом. Во-первых, он, по-моему, очень красив сам по себе был. Домик с колонками. Стоял он на собачьей площадке. Сейчас его нет. Там прошел проспект Калинина. Когда я его рисовал... Да, этот дом связан с тем, что это было первое жилье, я не знаю, может быть, даже единственное жилье, Марии Александровне Ульяновой. В этом доме останавливался Владимир Ильич Ленин, когда он ехал в ссылку в Шушинское. И уже о том, какая это память, и говорить не приходится. А для меня вообще какой... Что-то город становится на такой рот с выбитыми зубами вообще. Потому что сходят башни, пустыри. А сейчас, значит, почему-то выбиваются эти дома. Причем выбиваются без всякого смысла, потому что дальше ничего не происходит. Они даже не заменяются никакими новыми сооружениями. Даже плохими сооружениями. А образуется пустырь, с которым не знают, что делать. А пустырь полон Брэдмауэров, вообще лишён всякой. То есть обнажаются, по сути дела, дворы. А дворы становятся фасадами. Вообще полная чепуха. Может, такие вот городские пустыри рождают и пустыри в нашей памяти. Но вы не помните, как Пушинская улица раньше называлась? Нет, не помню. Потому что еще не знаю. Вы не помните, как эта улица называлась раньше? Пушинская. Нет, не помню. Как улица Пушинская раньше называлась? Нет, не знаю. А какие театры есть на этой улице? А вот кто в этом доме из писателей известных жил здесь? Не знаю. Какие магазины еще, может, скажем, а кто жил, нет. Понятно. Вот из такого мещанского невежества вырастала облеченная властью равнодушие к прошлому в душе города. Площадь Шолохова? Ну что вы. Я ее не называю. Я ее называю Зубовской площадью. Для нас осталась Зубовская площадь для старых москвичей. Вы правы. Трудно любить город, в котором все меньше остается связанного с твоим детством, юностью. Исчезают дома, предаются забвению, неповторимые исконно московские названия. Откуда же взяться приверженности, преданности, любви? Продолжение следует...